5 июня на базе Ботанического сада Казанского федерального университета состоялось совещание проблемы интродукции субтропических растений в оранжереях ботанических садов. Оно приурочено ко Всемирному дню окружающей среды, Дню эколога. В рамках мероприятия состоялось открытие субтропической оранжереи КФУ. 5 лет тому назад перед нами была поставлена задача открыть на территории ботанического сада уникальные сооружения, так называемые оранжереи для тропических и субтропических культур. Коллекцию, которую мы собирали на протяжении 5 лет, то есть на сегодняшний день составляет 463 вида. За счет тесного сотрудничества с другими садами и России, и Европы, и по всему миру набирали эти таксоны. Обмен семенным материалом, дилектус так называемый, он присутствовал на протяжении вот этих 5 лет. Конечно же, сотрудничество будет продолжено, и мы только будем оснащать наши оранжереи. Приехав на экскурсию, желающие могут ознакомиться с уникальной коллекцией, где в специальных теплицах представлены виды, которые не могут произрастать в климатических условиях на территории Республики Татарстан. Сегодня же для представителей Совета ботанических садов России экскурсию провел Сергей Максимов, заведующий отделом дендрологии КФУ. Мы представили всю нашу коллекцию, коллекцию не только открытого, но и закрытого грунта, чтобы они вынесли свой вердикт, чтобы имели представление, чем занимается наш ботанический сад. Ну и в целом видели всю нашу коллекцию, как она у нас представлена. Гости обсудили со специалистами Казанского университета коллекции и экспозиции, а также оценили проделанную за 5 лет работу. Я могу сказать о положительных изменениях, положительных сдвигах. Все-таки, вот еще, например, 10 лет назад здесь не было ни этой оранжереи, не было ни дендрария, не было. Я думаю, посетителям интересно посмотреть на все то, что здесь представлено. А представлены достаточно интересные, в общем-то, и любопытные вещи, особенно для специалистов и редкие, естественно, для нашего региона. Есть у них виды, которые внесены в красные книги. Валерия Муратова, Виолетта Басова, Универньюс.